Слава нашему Господу Иисусу Христу! Аллилуйя! Он достоин этой славы, и мы еще помолимся сегодня, помолимся за здание в Москве, за приобретение здания для церкви, чтобы было Божье устройство, согласимся. И также помолимся за тех людей, у кого были дни рождения, можно увидеть ваши руки. У кого были в апреле дни рождения, пожалуйста, поднимите повыше, чтобы вас было видно еще раз, и группа порядка, они пройдут также к вам, поздравят. И держите свою руку, чтобы мы видели, молились, благословляли. Господь Божий, мы благодарим Тебя, Господь, за каждого брата, сестру. Ты видишь, Господь, у них были дни рождения, Господь Божий, в апреле, и мы благословляем их Твоим именем во имя Иисуса Христа. И так же, Господь Божий, в этой молитве мы молимся, Господь, за приобретение здания, Господь Божий, в Москве, мы просим Тебя, Господь, в церковь, там нуждается, Господь, в Твоем помещении. Я прошу Тебя, пусть Твое устройство придет во имя Иисуса Христа. Господи, благослови, Господь Божий, чтобы было устройство, Господь, было от Тебя, Господь Божий, во имя Иисуса. Мы Тебе доверяем, Господь, и Ты всем управляешь во имя Твое. Мы просим Тебя, Господь наш, и весь Божий народ скажет Аминь. И так же, давайте мы помолимся, благословим детишек, которые есть, которые сегодня в Доме Божьем. Господи, мы благословляем каждого ребенка, каждого, Господь Божий, мальчика, девочку, Господь Божий, мы принесли их в Дом Божий. Благослови их на воскресное собрание, на воскресной школе, во имя Иисуса Христа. Пусть они будут послушны учителям, пусть они будут послушны своим родителям, Господь Божий. И так же, преображаются, Господь, в Твой образ. Мы благословляем каждого ребенка, во имя Иисуса Христа. Благословляем всех тех, кто смотрит на нас, каждого ребенка, кто остался дома, во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, защити и сохрани, Господь Божий, во имя Иисуса Христа. Да будет Тебе слава, Отец наш, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава нашему Господу. Аллилуйя. Спасибо большое группе прославления. Пожалуйста, присаживайтесь. И когда будете присаживаться, поприветствуйте ближнего слева, справа. Скажи доброе утро. Слава Богу, рад Тебя видеть в церкви. Мы также приветствуем всех тех, кто сейчас нас смотрит онлайн. Доброе утро, дорогие. И вы вместе с нами, вы в церкви Божьей. И сегодня замечательный день. И в Писании этот день особо отмечен. И мы торжествуем также, празднуем этот день, потому что это триумфальное вхождение Иисуса Христа. И мы также сегодня ожидаем нашего Господа. Мы поем Ему, мы говорим, «Ассанна Всевышний, Ассанна наш Царь, приходи, гряди на эту землю». Слава Господу. И давайте мы коротко на своих местах помолимся перед Божьим Словом. Господь Божий, мы благословляем Тебя сегодня. И мы просим Тебя, благослови каждого из нас на этом месте. Открой нам Слово Твое. Благослови, Господь Божий. Мы нуждаемся сегодня в хлебе. Нуждаемся в вдохновении. Нуждаемся в помазании. Мы нуждаемся, Господь, в Тебе. Благослови каждого человека на этом месте. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. И давайте мы приготовим свои сердца. И я перед самым началом хотел бы, чтобы вы представили себе такую картинку. Вот представьте наша жизнь. На самом деле нам кажется, что это какой-то пар, какая-то вспышка, которая происходит. Но в нашей жизни все равно мы живем какой-то отрезок времени. И вот представьте себе, есть спортсмены, которые делают забег, марафон. И когда они бегут, этот марафон, они приезжают в специальный город, где проводится вот этот вот забег. И там очень-очень много людей. И когда вы посмотрите на то место, где старт написано, вы всегда увидите там толпа людей, которая бежит. Толпа людей, которые хотят участвовать в этом забеге. Очень много таких людей. И вы знаете, порой бывает, даже нету места, потому что забеги такие совершаются тысячами людей. И когда они приходят на старт, они такие свежие. Они такие вдохновленные. У них глаза горят, и они хотят бежать, они хотят стартовать. И вы знаете, они делают этот старт, они бегут. И марафон, это 42 километра, а бывают и побольше марафоны. И вот на протяжении этого марафона эти люди, которые стартовали, некоторые из них, они отстают. Некоторые из них, они устают, и они сходят с дистанции. У них пропадает уже блеск в глазах, радость на лицах, улыбки нету. У некоторых не включается второе дыхание, и они начинают сходить с дистанции. И когда вы посмотрите на финиш, когда люди финишируют, когда они доходят до конца, таких людей уже немного. Немного, сотни из тысяч, сотни доходят. И вы знаете, эта победа, этот забег, он дается. Он дается нелегко. Но у некоторых, которые готовят себя, которые приготавливаются к этому забегу, в определенный момент открывается второе дыхание. Они получают свежесть, они получают силу, и они снова начинают бежать вперед. И они доходят до конца. И вот наша жизнь, она подобна этому забегу. Она подобна этому длинному марафону, который мы осуществляем в своей жизни. И есть нечто, которое называется второе дыхание, оно необходимо каждому из нас. И вы знаете, я сегодня хотел бы говорить на тему свежий елей. В твоей жизни тебе лично нужен свежий елей, чтобы пройти всю эту дистанцию, пройти ее до конца. И мы сегодня посмотрим предназначение елея, где он использовался. Потому что многие не понимают, не знают, для чего этот елей нужен. И мы разберемся через Божье Слово, потому что сама Библия, Божье Слово, оно отвечает нам, что есть елей, что есть помазание, для чего оно нужно в нашей жизни. Я хотел бы открыть первое местописание, это Псалом 91. И давайте прочитаем 11 стих. Псалмопевец, он сначала восхищается делами рук Божьих, творением, все, что он совершил. Эта песнь хвалебная, она произносилась в субботу в храме, эту песню пели. И вот этот Псалмопевец, он говорит такие прекрасные слова. Он говорит в 11 стихе, «А мой рог ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем». И я умощен свежим елеем. Псалмопевец, он нуждался в елее, он нуждался в помазании в своей жизни, когда он встретился с Богом. Это очень сильно похоже на жизнь Давида. Когда мы посмотрим на царя Давида, мы видим, он был однажды помазан. Пророк наполнил елеем рог и вылил на него это помазание. И Божье помазание пришло в эту жизнь. И мы знаем, что этот человек, Давид, он был Божьим человеком, в нем был Божий Дух. Но мы встречаем его в разных ситуациях. Мы встречаем его в трудностях, мы встречаем его в долгом этапе жизни, когда он входит на царство. И он всегда молится, и он ищет, и он говорит, «А мой рог ты вознеси, Господь, наполни меня свежим елеем». Он нуждался в свежем елеем. Давайте разберем, что это такое свежий елей. Здесь вот это слово «помазывать» встречается. «Я умощен свежим елеем» – «помазывать». И вот в греческом языке слово «помазывать» переводится и произносится как «крио». Крио. И знаете, перевод этого слова очень интересный. Перевод, чтобы нам понять, вот это масло, оно растиралось, втиралось, как благовония втираются в человека. И перевод – это «натирать маслом», «помазывать», «натирать маслом». Приходили больные люди, и они приходили к тем людям, которые врачи, и вы знаете, масло стоило дорого. И не выливали просто на человека, но выливали на руки, выливали на руки, и этими руками втирали это масло в человека. Вот так вот приходило вот это помазание, так вот приходило вот это втирание в человека. И вы знаете, мы понимаем, что есть Божьи руки, которые сотворили все. Бог своими руками сотворил все. И мы видим, когда в жизни человека есть помазание, но это связано с Божьими руками, мы должны осознавать на этом человеке рука Божья. С этим человеком Бог помазывает его для чего-то, чтобы сделать свою работу. И также каждый из нас, мы нуждаемся сегодня в этом. Давайте посмотрим в Ветхом Завете, и мы знаем, что у Илея был очень сложный состав. Это не просто масло, но это масло с использованием разных веществ, которые Бог сказал Моисею, и Моисей совершил этот Илей помазание. И у этого Илея было особое предназначение. И это предназначение для нас с вами в Новом Завете тоже существует. И давайте прочитаем с вами книгу «Исход», 30 главу. Откроем 22 и по 30 стих прочитаем. Книга «Исход», 30 глава, с 22 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирный самоточный 500 сиклей, корицы благовонной, половину против того 250 тростника благовонного, 250 касси 500 сиклей, по сиклю священному, и масло оливкового гин, и сделай из всего мира для священного помазания мазь составную искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинью собрания, и ковчег скинье откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освети их, ибо будет святыня великая, все прикасающееся к ним осветиться. Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. Вот такой вот Бог дает совет, и такую заповедь соверши, сотвори этот елей, сделай его со сложным составом. Для чего этот елей? Всему, к чему прикасался елей, освящалось. Освящалось. Это был особый предмет, это был особенный жертвенник, это были особые одежды, это были священники, пророки и цари, на которых возливали елей, и Божье помазание сходило на этих людей, но прежде всего, в их жизнь приходило освящение. Елей помазания в Новом Завете сравнивается, мы знаем, что это Дух Святой, который приходит в нашу жизнь, Дух Святой, который сошел на Христа и помазал его, Дух Святой, который сошел на апостолов, но мы видим первую задачу, которая стоит у Духа Святого для каждого человека, чтобы осветить нас. Мы нуждаемся сегодня в освящении Божьем, мы нуждаемся где-то в поправках, где-то в покаянии, в каких-то моментах, что мы ходили в этом мире, что-то совершали, и совершали, может быть, какие-то ошибки, и нам необходим, илей Божий, нам необходимо присутствие Духа Святого, чтобы Он исправил, чтобы Он показал, что неправильно в нас. Сегодня много христиан, они ходят, и во многих не горит вот этот вот блеск уже, свет, вот это сияние, и вы знаете, это всего лишь говорит о том, что уровень этого иелея, уровень помазания, он на низком уровне. Мы нуждаемся. человек Божий, Давид, он нуждался в свежем илее. Для чего? Чтобы его жизнь была освящена. Он совершал ошибки, но он понимал Божью задачу, которую ему нужно было сделать, и он призывал Дух Святой в свою жизнь, и мы видим, Дух Святой наполнял его, он освящал его, он исправлял его, и также в нашей жизни мы получаем это. Это подобно, представьте себе, вот есть люди, которые имеют автомобиль, автомобилисты. Там есть масло, и самый главный орган автомобиля, это его двигатель, мотор. И в моторе есть масло, которое залито. Для чего оно нужно? Оно собирает сажу, оно собирает стружку, оно охлаждает двигатель, чтобы он не перегрелся и не взорвался. Вы знаете, без масла невозможно ехать. И когда уровень этого масла падает, детали начинают перегреваться, и может произойти остановка этого двигателя, может случиться какое-то повреждение, и также свойство этого масла забирать всю нечистоту, забирать все, что не нужно в этом двигателе, и очищать этот двигатель. И в определенный момент каждый автомобилист, он знает, что нужно заменить масло, нужно проверить, провести ТО определенное. Нельзя всегда ездить на одном и том же масле, нужно это масло сливать и наливать новое, тогда этот двигатель будет работать долго. И в нашей жизни где-то мы нагреваемся, и в нашей жизни есть какая-то стружка, какая-то печаль, какие-то обиды или еще что-то, и нам необходим Дух Святой, чтобы Он осветил нашу жизнь. Когда Дух Святой приходит, приходит правильная температура в Твою семью прежде всего, в Твои отношения между мужем и женой, между детьми и родителями приходит правильная температура. Нагрев, гнев какой-то, еще что-то, раздражение, оно есть в людях. Бывают люди согрешают друг перед другом, что-то не делают, не выполняют каких-то обязанностей, но вы знаете, нам нужен Дух Святой, чтобы вот это неправильное ушло из нашей жизни. Дух Святой освящает нас и Он сохраняет. Следующий момент, который второй есть у этого елея помазания, помазание сохраняет человека и дает ответ в трудностях. Когда мы освящены, когда мы очищены Духом Святым, следующий момент, Бог приходит в твою жизнь и Он помогает тебе, Он дает тебе ответ, как тебе жить и как тебе поступать. У многих из нас мы переживаем различные трудности, различные вопросы. Мы нуждаемся в помощи. И вы знаете, на этой неделе я также задал вопрос Господу. У меня есть трудный вопрос, я не знаю, как получить на него ответ. И я начал молиться, я взял пост, я знал, что нужно поехать найти того человека, кто с пророческим даром. И вы знаете, я совершил эту поездку, и мне сказали, не будет этого человека, но я верил и знал, Господь, Ты проговоришь для меня, Ты пошлешь мне такого человека. И был всего лишь момент, несколько минут, и Дух Святой сказал, подойди. И вы знаете, когда я подошел, вот Божье елей, Божье помазание, оно пришло, и ответ от Господа пришел. И вы знаете, пришел мир, пришло спокойствие, пришла сила от Бога, потому что Бог, Он говорит, Бог, Он говорит, но этого нужно искать, этого нужно искать. Написано, кто нашел добрую жену, получил благодать, тот получил благословение от Господа. Нужно искать на пути. Мы порой не хотим тратить времени, не прикладывать никаких усилий, просто чтобы это где-то было на пути, но такого не бывает у Бога. Ты прикладываешь определенные усилия, ты ищешь Слово от Господа, ты ищешь эту жемчужину, ты приобретаешь это поле, и ты понимаешь ценность этого Слова. И когда ты это приобретаешь и делаешь, Божье благословение приходит в твою жизнь. Ситуации бывают разные, и я хотел бы посмотреть из Ветхого Завета одну историю. У одной женщины была серьезная ситуация, она не знала, как выйти из этого, но у нее кое-что было, у нее кое-что было в жизни, и Бог использовал это очень сильно. Давайте мы откроем четвертую книгу Царств, четвертую главу, и прочитаем с первого стиха. Четвертая книга Царств, четвертая глава с первого стиха. «Одна из жен сынов пророческих своплем говорила Елисею, раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа, теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе, скажи мне, что есть у тебя в доме. Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он, пойди, попроси себе сосудов на стороне, и у всех соседей твоих сосудов порожних набери немало, и пойди запри дверь за собою и за сыновьями твоими. И наливай во все эти сосуды, полные оставляй. И пошла от него, и заперла дверь за собой, и за сыновьями своими, и они подавали ей, и она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. И он сказал ей, нет более сосудов. И остановилось масло. И пришла она, и пересказала человеку Божию, и он сказал, пойди, продай масло, заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. И для решения ее сложной ситуации, долговой ситуации, ситуации рабства, залога, у Бога был ответ для нее. В ее доме был елей. Было что-то драгоценное, но мало этого было. И Бог прикоснулся к этому елею и совершил чудо. Порой мы находимся в таких же ситуациях, когда мы не знаем, как по-человечески это решить в своей жизни. Но у нас есть елей, у нас есть помазание. И мы должны просить Бога, приумножь это помазание в моей жизни, чтобы этого масла было достаточно, чтобы решить все мои проблемы. Достаточно этого масла было для этой жизни, для этой женщины, чтобы продать, заплатить долги. И оставить еще на долгие годы жизни. Ты будешь жить со своими сыновьями, и то, что у тебя останется. И вы знаете, Бог так наливает, Бог так наполняет, Бог так решает наши проблемы. Ты не знаешь, как, откуда, но через Духа Святого, Которого мы не видим, Бог решает наши проблемы и нужды. Но ищем ли мы этого? Просим ли мы у Бога? Наполняемся ли мы Духом Святым? Если просим, если наполняемся, приходит Божье помазание, приходит Божий ответ, Слово, что конкретно делать. И мы видим, как она поступает шаг за шагом. Это, это, это она сделала. И она пришла к пророку и сказала, совершилось чудо. И пророк ей указал, сделай, пойди на рынок, продай это, заплати долги, а то, что останется, будет жить сыновьями. У Бога все в порядке. У Бога есть определенная прозрачность. Когда Он говорит, приходит ясность. Когда Он говорит, Он дает четкий план, что тебе делать. И ты знаешь, как тебе поступать. Но это и есть помазание, которое нужно в жизни человека, без которого невозможно получить ответ в тяжелой ситуации, в трудной ситуации. Поэтому решение твоих проблем, оно в Духе Святом, оно в молитве, оно в Божьем Слове. Ищи этого, и ты обязательно получишь. В тяжелые времена у Бога есть для нас чудо. Скажи это вместе со мной. В тяжелые времена у Бога есть для нас чудо. Следующее свойство, елея. Елей он благоухает. Это его свойство приносить приятный аромат, который нельзя ни с чем перепутать. Когда открывается елей, происходит такое благоухание. Наполняется комната благовониями определенными. И вы знаете, это и есть прообраз Духа Святого в нашей жизни. Когда Дух Святой начинает изливаться на тебя, ты тоже начинаешь благоухать. Твоя жизнь изменяется. И там бы, где ты не находился, люди начинают замечать, что ты немножко другой человек. И Писание, уже Новый Завет, давайте прочитаем 2 Коринфянам, 2 главу, с 14 по 16 стих, сказано так. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяется нами во всяком месте. Ибо мы, Христово благоухание, Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? То есть Бог предупреждает нас. Когда мы наполняемся Божьим присутствием, Божьим елеем, наша жизнь также начинает благоухать. И люди, которые видят нас, встречают нас, мы открываем свои уста для того, чтобы проповедовать, благовествовать. И вот этот живительный аромат, он касается людей. Не все люди будут принимать, не все люди будут соглашаться. Для кого-то это будет вызовом, для кого-то это будет какой-то смертью. Ты безумный человек, ты предлагаешь мне покаяться, последовать за Богом, мне нужно изменить свою жизнь в корне. Но Бог говорит, это будет касаться всех людей. И те люди, которые принимать будут, для них это будет жизнью вечной. Благословение будет, радость они будут испытывать. А будут люди, которые будут отвергать, но они четко будут понимать, что от тебя что-то исходит. От тебя исходит Дух Святой. От тебя исходит это благоухание. И те, которые примут, они примут благословение Божье. И в нашей жизни, где бы ты ни находился, начинай производить Божью работу. Ты верующий человек. Елей, когда его открываешь, он благоухает. Открывай свои уста. Начинай говорить Божье Слово. Начинай благословлять людей. И Божье Слово говорит, язык мудрых врачует. Уста мудрых пасут очень многих людей. Уста они созидают. И мы знаем, что Слово, которое Бог даст тебе в отношении этих людей, оно будет приносить ответ, помощь, исцеление, вдохновение. И это и есть благоухание, которое здесь описано. Мы не должны с вами молчать. Мы не должны это скрывать. Когда вы что-то приобретаете, какой-то парфюм, вы, наверное, не просто на него смотрите. Вы смотрите на него, и он стоит у вас на полочке, и вы восхищаетесь, какой дорогой, какой прекрасный. Но вы же его открываете. Вы же им пользуетесь. И другие люди начинают это замечать. И также в духовном мире нам нужно открывать свои уста. Нам нужно благовествовать другим людям. И тогда это благоухание Христово будет распространяться в многих и многих людях. Слава Богу! Следующий момент, что дает нам Елей. Елей приносит исцеление в нашу жизнь. Неважно, может быть, ты нуждаешься в телесном исцелении, может быть, ты болен в чем-то. И Писание, оно и дает ответ. Может быть, ты нуждаешься, и у тебя какая-то повышенная температура в твоей душе. Может быть, какая-то скольк, какая-то обида, какие-то моменты. Вы знаете, Бог может исцелить и душу. Бог может исцелить все. Дух Святой прикасается к нашей жизни. И в Писании четко сказано, это известное место, Иакова 5 глава, 14 и 15 стих. И я хочу, чтобы мы это принимали, особенно те люди, которые являются родителями. Здесь есть родители? Папы, мамы. У вас есть определенная ответственность за друг друга. Прежде всего, за мужа и жену. Потом, за детей. У вас есть определенная ответственность. И мы, знаете, мы можем возлагать в свои руки, молиться друг за друга. Мы можем молиться, если вы муж, молиться за свою жену, молиться за своих детей, возлагать на них руки. Вы имеете духовную власть, и Божий елей, он сойдет. Если вы лидер, если вы пастор, дьякон, лидер домашней группы, вы можете молиться за людей. Люди будут приходить и просить помощи. И вы не должны быть теми людьми, которые отправляют, переводят. Подойдите в воскресенье, подойдите к тому-то человеку. Вы знаете, вы наполнены елеем помазания. Бог подвел к вам этого человека, чтобы помолиться. У него есть нужда, а у вас есть Божье помазание, чтобы высвободить Божье Слово, чтобы помолиться за этого человека, и человек получил исцеление. Это возможно. И вот в Иакова, в пятой главе, в четырнадцатом, пятнадцатом стихе написано, «Болен ли кто из вас? Пусть призовет присвятеров в церкви, и пусть помолятся над ним, и помазав его илеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь, и если он содел грехи, простятся ему». Это то, что очень важно. Господь покрывает все вопросы. Прощаются грехи, и исцеляются болезни. Для этого он и пришел, но он хочет действовать через нас, чтобы мы молились за людей. Поэтому роль и предназначение Елея, чтобы его наливали, чтобы им благословляли. Благословляйте своих детей, чтобы они были успешными. Благословляйте и желайте им доброго. Это будет работать, потому что вы имеете духовную власть над ними. Какие слова вы говорите? Какие слова вы говорите мужу, жене? Вы созидаете их? Или вы препятствуете? Или вы мешаете? Или вы сомнения приносите? Господь говорит, «Пусть льется живая вода из ваших уст. Благословляйте и молитесь». Следующий момент, который очень важен, и Писание нам говорит, что помазание, оно подымает нас на служение. Помазание дает нам силу. Почему мы нуждаемся в свежем Елее? Если ты служитель Божий, если ты тот человек, который в служении, ты нуждаешься в помазании, ты нуждаешься в новом Елее, чтобы оно пришло в твою жизнь, чтобы служить. Я открою известное место Исайя 61 главу. Это пророчество об Иисусе Христе, которое исполнилось с первого стиха. И сам Иисус Христос, Он был помазан. И для чего Он был помазан? Для служения. И мы читаем, «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение и узненкам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день пщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла достается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Бог в твоей жизни помазывает тебя, чтобы ты служил другим людям. Без Бога, без Духа Святого, без помазания невозможно служить. Когда Дух Святой приходит, мы видим, больные исцеляются, мы видим, люди спасаются, приходит утешение, приходит исцеление к людям через нас. И Иисус был помазан совершить эту работу. Он был поставлен, у Него была духовная власть. Вы знаете, у нас нету такой духовной власти, но только Дух Святой своим служителям дает эту власть провозглашать Божье Слово, проповедовать, благовествовать, молиться, утешать людей и восстанавливать их. Мы нуждаемся сегодня в Иллее по этой причине. Бог, помажь мою жизнь. Бог, возложи на меня свои руки, чтобы моя жизнь была помазана, чтобы твое помазание приходило на других людей, чтобы у меня появилась сила служить. Может быть, где-то я ослаб, может быть, где-то у меня закончились силы или еще что-то, но, знаете, Дух Святой придет, и Он даст тебе эту силу служить, любить, прощать людей, проходить второе поприще с ними. Бог дает тебе возможности проявить это помазание. И слава Богу, мы видим, это исполнилось в жизни Иисуса Христа, это исполнилось в жизни Давида, это исполнилось в жизни апостолов, тех людей, которые последовали за Ним. И мы видим, что это исполняется снова и снова в жизнях Божьих людей. На них есть Божья рука и Божье помазание, и они совершают и прославляют Его. Мы нуждаемся, чтобы Божья рука была на нас. Мы сегодня помолимся об этом. Я думаю, что каждый из нас, он нуждается в этом. Последнее место, которое я хотел сказать вам, завершить, шестое, что помазание научает нас и дает нам мудрость и радость в жизни. Помазание, когда приходит, оно дает не только силу, оно дает тебе мудрость, оно дает тебе определенный план твоей жизни. И когда мы встречаемся в разных ситуациях, написано, мы не знаем, что говорить, не знаем, как отвечать, не знаем, что будет происходить, но Дух Святой начинает побуждать, показывать нам Божье Слово, как нам реагировать в этой ситуации. И вот в 1 Иоанна 2, 20 и 27 стихе об этом написано. «Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас прибывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том и пребывайте». Дух Святой дает тебе мудрость в служении, в жизни, в семье, где бы ты ни находился. Дух Святой будет напоминать тебе Божье Слово, как тебе поступить. Ты будешь, может быть, мне разгневаться, сказать какие-то слова или еще что-то. Не знаю, как поступить в этой ситуации. Помолись. И Дух Святой вспомнит, напомнит тебе Божье Слово в твоей жизни. И ты, когда произнесешь это Слово, когда начнешь поступать по Божьему Слову, тогда все изменится. Придет плод в твоей жизни, и твоя жизнь будет плодовитой, благословенной. Давайте на этом мы сейчас завершим. Я прошу вас подняться. Давайте будем молиться. Попросим, чтобы Божье помазание, свежий лей, Он пришел в нашу жизнь. Дорогой Господь, мы приходим тебе в этой молитве, и мы благодарим тебя, Господь Божий, как царь Давид, который восхищался, Господь Божий, всем твоим творением. Он восхищался, Господь, все, что ты совершил, делами рук своих, Господь. И Он переживал и ощущал твою руку на себе в своей жизни. Так же и мы сегодня нуждаемся в помазании. Так же мы нуждаемся сегодня, чтобы твое помазание пришло в нашу жизнь. Осветило нас, Господь Божий, дало нам силы, Господь Божий, служить, кому необходимы силы, мудрость, Слово, ответ, Господь Божий, пусть придет в нашу жизнь во имя Иисуса Христа. Мы молимся тебе об этом. Мы так нуждаемся, чтобы ты умостил нас и леем своим, Господь, нашу голову, чтобы это было, Господь, твое, Господь Божий, твое прикосновение к каждому из нас. Кто-то сегодня нуждается в исцелении, и я прошу тебя, пусть твое исцеление прямо сейчас придет в это тело, придет в эту жизнь во имя Иисуса Христа и отступит всякая немощь, всякая болезнь, всякое хроническое заболевание Божьим, исцели, для Тебя это возможно. Господи, я прошу Тебя, пусть придет исцеление в отношениях между мужем и женой, Господь Божий. Исцели, Господь, всякие трещины, исцели конфликты между родителями и детьми, прикоснись к нашим домам, к нашим семьям. Мы так нуждаемся в илее помазания, чтобы пришло исцеление к нам, пришла правильная температура, Господь Божия. Все нечистое выходило, Господь Божия, во имя Иисуса Христа, чтобы Ты сохранил наши жизни. Мы нуждаемся сегодня в Тебе. И как в Божьем слове написано, мы провозглашаем, что праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на ливане. Господи, так и мы, насажденные в доме Господнем, мы благоухаем, Господь Божий. Спасибо Тебе и дай нам возвещать правду Твою и дела Твои по всей земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я также хотел обратиться к тем людям, которые пришли впервые. Если вы такой человек, можно увидеть вашу руку, чтобы мы с вами помолились вместе молитвой покаяния, молитвой примирения с Богом. Если есть такой человек, дайте знать, пожалуйста. И приходите сюда вперед, чтобы помолиться. Выходите вперед. Это на самом деле очень хороший момент, когда вы можете помолиться к Богу. И Бог, Он слышит, и Бог, Он отвечает. Слава Богу. Проходите, мы помолимся с вами. Можно вот сюда. Проходите. Повторяйте эту молитву за мной. Давайте закроем глаза, чтобы ничто не отвлекало. Если еще есть люди, приходите сюда вперед. И также те, кто сегодня смотрит нас онлайн, мы также помолимся вместе с вами этой молитвой. Вы повторяйте эту молитву. Слава Богу. Это очень хорошее решение. Бог прикоснулся к вам. Проходите сюда. Вставайте рядышком. Мы всех подождем обязательно. Слава Богу. Повторяйте эту молитву за мной. Бог Отец, я прихожу к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. И я прошу Тебя, прости меня, прости мне всякий мой грех. И будь моим Господом и Спасителем. Я исповедую Тебя своим Господом. Аминь. И мы помолимся за вас. Господи, я благодарю Тебя за этих драгоценных людей, которые вышли сюда. И я прошу, благослови их, Господь. Прикоснись к ним своей рукой прямо сейчас, Господи. И чтобы их жизнь изменилась, Господь Божий. Пусть исцеление придет, Господь. Пусть восстановление придет. Пусть спасение придет в эти сердца, во имя Иисуса Христа, и утешение, в котором они нуждаются. Прикоснись к ним, Господь, и реши их вопросы. Мы, как церковь, благословляем их Твоим именем. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Будьте благословенны. Бог прикоснулся к вам. И у нас есть подарки для вас. Это Евангелие, Новые Заветы. Слава Богу. И давайте мы сейчас присядем на короткое время. И сейчас у нас будет видеоролик, поэтому внимание на экран. Редактор субтитров А.Семкин